Приветствую всех вас именем Ишуа Гамашиаха, кто был мертв и сежив во веки веков. Сегодня хочу призвать вас к молитве за Украину. И есть на сердце помолиться о таких вещах. Сегодня, естественно, медиапространство, наверное, один из таких важных моментов для всех людей. Мы все время читаем, смотрим, ждем хороших новостей, огорчаемся плохим. Но заметил, что многие служители сегодня пытаются искать виноватых в этой всей ситуации. Кто-то уже нашел для себя виноватого, и с той, с другой стороны, причины происходящего. Но для меня сейчас самое важное, на данный момент, да, будет еще много у нас впереди времени, все это переваривать, с этим разбираться, и разгребать придется долго. Но главное для меня лично на данный момент, это скорейшее прекращение войны. То есть вот это сейчас главное в молитве у меня. И я хочу призвать вас помолиться о том, чтобы как можно быстрее все это закончилось. Призвать Божью волю в эту ситуацию, потому что воля Божья, она добрая, угодная и совершенная. И не понимаем мы всего, естественно, почему это происходит, и что на самом деле глобально за этим стоит. Но чем быстрее исполнится Божья воля, тем быстрее прекратятся эти военные действия. Давайте молиться за это, а с остальным будем разбираться уже позже. И также особенно есть на сердце помолиться за всех деток, младенцев, малышей, которые не по своей воле, но оказались в эпицентре этих событий, которые сегодня в подвалах находятся. И, конечно, деткам тяжелее всего. Призовем Божий шалом, покров на них. Ну что, приглашаю всех присоединиться и молиться. Господь, Ты Бог, человеколюбивый, мы знаем, что воля Твоя, она добрая. Поэтому сегодня верой, вместе, в согласии со всеми моими братьями и сестрами по всему лицу земли, мы призываем исполнение Твоей воли для Украины, для этого народа. Мы молимся, да будет воля Твоя на земле, как на небесах. Да исполнятся намерения Твои, да обратится это все во славу Тебе и в посрамление врагу наших душ, сатане. Мы призываем Твой шалом, Твой галгал на Украину. Мы высвобождаем эти мощные потоки жизни, духа жизни, усиливающие этот галгал, усиливающие все Твои процессы в этой земле, в этой стране, происходящие на данный момент. Колесам было сказано галгал, и мы высвобождаем этот вихрь Божий и пророчески утверждаем, что судьба Твоя для этой земли, для этой страны от веры веры, от силы в силу и от славы в славу. И дух и сила воскресения возродит эту землю, возродит этот народ, возродит эту страну в большей красоте, в большей плодовитости, в большей жизни. Мы молимся, Господь, за людей, которые сегодня находятся под обстрелами, в страхе, в смятении, с разорванными сердцами и душами. Мы молимся, Отец наш, благой, покрой своей рукой. Мы призываем Твое сверхъестественное утешение в их душе, в их жизни. Мы молимся за маленьких детей, особенный покров, особенная сила Твоя, да проявится в защите этих малышей, этих подростков, деток, грудничков. Мы призываем покров Твоей крови на них, Твою защиту, так, чтобы ни один из них не погиб. Мы провозглашаем стену жизни, стену огня вокруг всех деток, находящихся сегодня в эпицентре этих конфликтов. И мы молимся, Господь, чтобы, когда это все закончится, все эти события были стерты из их памяти и не послужили каким-то травмом психологическим в будущем. Мы молимся, Господь, о Твоей защите на их душе, во имя Ишуа Гамашиаха. И главная наша молитва сегодня, Отец, и мы соглашаемся с этим, о том, чтобы эти военные действия как можно быстрее были прекращены. Поэтому мы усиливаем и ускоряем все процессы, которые должны произойти перед тем, как эти действия военные в физической сфере будут остановлены. Мы усиливаем эти процессы, мы усиливаем эти голгалы и говорим, да будет воля Твоя, и да успокоится земля от этой боли, от этих канонат, от этих выстрелов, от этой ненависти. Да успокоится земля, да придет шаббат шалом на Украину, Твой мир, Твой шалом. И да возродится она в большей силе, в большем процветании и в большем богопочитании во имя Ишуа Гамашиаха. Мы благословляем всех Твоих детей на Украине, но также молимся за людей, которые не знают Тебя, которые сейчас взывают к Тебе кто как может. Мы молимся, чтобы, несмотря на то, что эта война, она идет сегодня, люди рождались свыше, в бомбоубежищах, под обстрелами, взывая к Тебе, переживали Твою славу, Твое присутствие. Говори в их сердца, да обратятся к Тебе тысячи жизней на Украине через эти трагедии. И да родятся новые души в Царство Твое во имя Ишуа Гамашиаха. Слава Тебе, Господь, за все. Благословенное имя Твое. Шалом. Над этой землей, над Украиной, над этой страной. Мы благословляем украинцев, русских, белорусов. Мы благословляем друг друга именем Иисуса Христа. В котором мы некогда далеко стали близки, стали одним народом. Да прославится Твое имя на земле, как на небесах. Аминь. Аминь. Всем вам шалом, где бы вы ни находились. Укрепляйтесь Господом и могуществом его силы. Верим в быстрое и скорое окончание боевых действий. А дальше будем уже с Господом вместе служить друг другу любовью. Аминь. И пару объявлений, которые хочу сделать, так как сейчас все нестабильно и любая соцсеть, интернет может рушиться, может быть заблокирована. Я размещу в этом ролике ссылку на наш второй канал на Ютубе и какие-то мои контакты в Фейсбуке, ВКонтакте, имейл. На случай, для кого это важно оставаться в ВКонтакте с нами, чтобы вы имели какие-то запасные варианты. Ну и тоже хочу сказать, что приходится довольно много блокировать людей, людей огорченных, которые, ну, для них, скажем так, слушать то, что я лично говорю, больно и тяжело. Блокирую не из-за того, что я обиженный или как-то неприязнь, нет. Просто на какое-то время, потом, когда все уляжется, если надо, возобновим контакты пока. Просто не хочу, чтобы теребить больное людям. Поэтому приходится некоторых блокировать людей, для кого, ну, скажем так, больно слышать то, о чем я говорю. Для остальных же, кто слушает и что-то с этого получает, ну, слава Богу, будем продолжать выходить в эфиры по воле Божьей, если воля Божья и живы будем, и высвобождать то слово, которое Бог будет давать. Аминь.